здравствуйте друзья вы на канале медведь вяжет и с вами я лидия медведь сегодня я отвечу на вопросы тега которые составила прекрасная вязальщица лана с канала сильное вязание а передала мне этот тег такая же прекрасная вязальщица светлана рогова и я хочу поблагодарить светлану за то что она вспомнила обо мне и передала мне этот тег я нахожу вопросы этого тега очень интересными глубокими и ответы на эти вопросы очень многое могут рассказать о вязальщицах потому что тег называется пристрастия вязальщиц итак начинаем первый вопрос самая большая любовь в жизни это нужно продолжить это предложение но очень просто ответить на этот вопрос невозможно самая большая любовь в жизни это конечно первую очередь любовь к своей семье но этот ответ кажется очень простым на самом деле все не так просто ведь моя семья это мои дети мои внуки это мой муж но не только это и моя мама мои братья и сестры и те ушедшие поколения кого-то я провожала в последний путь а кого-то нет и кого-то я никогда не видела но тот человек которого я люблю из прошлых поколений он присутствует моей жизни тоже потому что без этого человека не было бы и меня и всей моей семьи поэтому любовь к семье это очень широкое понятие и оно объединяет много других отдельных любовей которые сливаются в одну любовь к моей семье я люблю своего дедушку я люблю свою бабушку я люблю своего ушедшего уже дорогого папу потому что они и есть моя семья они наполнили содержание можно сказать мою жизнь они воспитали меня они придали какие-то особенности моему характеру и это я сохраняю и передаю своим детям и внукам и я считаю что они-то и стремились к тому чтобы передать самое лучшее что они умели и знали сами и поэтому мой долг передать это дальше сохранить то лучшее что есть в традициях нашей семьи на этот вопрос можно давать часами ответы но я думаю что главное я рассказала второй вопрос какое время года вы ждете и любите и когда я прочитала этот вопрос я вспомнила сказку ухо ушинского в которой он описывает о том что мальчик приходит к отцу и говорит что лето заканчивается а так жаль это такое прекрасное время года а папа попросил его а ты запиши в свою книжечку почему ты любишь лето мальчик записал наступила осень и уже приходит ее конец и он тоже самое идет к своему отцу и говорит папа так жалко заканчивается осень и уйдет эта красота природы и закончатся цветы плоды и голубое небо а папа сказал а ты запиши это свою записную книжку мальчик так и сделал и то же самое все повторилось когда пришла зима когда пришла весна и тогда отец его спросил ну так какое же время года лучше для тебя и мальчик сказал все времена года прекрасны по-своему я их все люблю и вот это вот детская история она наполнена глубоким смыслом я совершенно согласна с писателем ушинским который вот так вот глубоко ответил на этот вопрос давай я люблю все времена года и нахожу в каждом времени года свои прелести свою красоту третий вопрос утренняя зарядка или прогулка является вашими ежедневными обязанностями к сожалению нет я строю планы и думаю надо же каждый день выходить на улицу гулять вот сегодня солнце а завтра обещает уже снег ну надо сегодня больше времени провести на улице нет такого не происходит каждый день и я даже сказала своему мужу говори мне пожалуйста иди прогуляйся ну однажды он сказал мне иди прогуляйся но на больше его не хватило а что касается зарядки то я не делаю зарядку но один раз в неделю я посещаю физкультурную группу где занятия длятся 45 минут и я очень рада этим занятиям и с радостью хожу туда потому что казалось бы ну что тут трудного делай сам нет в группе делать это приятнее и тем более с тренером и это получается ну как-то с большим удовольствием а вот сама я только планирую бывает но к сожалению большому пока не делаю встреча с друзьями входит ваши планы или только работа и любимое вязание и вы знаете это тоже очень большой вопрос чем старше человек становится тем сужается более сужается круг его общения теряются и уходят друзья и тем более что если вот человек такой как я допустим переезжает с места на место конечно он оставляет друзей и расстается с ними а когда он приезжает на новое место то ему очень трудно приобрести друзей ведь даже существует вот такое вот мнение что друзья приобретаются только в детстве и юности наверное не так это они при могут приобретаться всегда но если человек оказывается на новом месте в новом обществе в новом окружении ему трудно приобрести друзей но слава богу что сейчас в наш электронный век мы можем поддерживать отношения с друзьями на расстоянии и даже это очень хорошо поддерживает дружбу и помогает в том чтобы предоставить общение обменяться мнениями спросить совета поэтому чаще всего и в связи с тем что сейчас такое вот время что всяческие встречи сейчас ограниченные то конечно встречи с друзьями происходит чаще всего в электронной форме по скайпу по телефону по ватсапу консервация на зиму нравится вам этим заниматься или просто необходимость потому что не потопаешь не полопаешь когда-то своей жизни я занималась заготовкой и консервации потому что это было необходимо потому что у меня были маленькие дети и нужно было думать о том что же будет у нас зимой на столе чем можно накормить детей как встретить праздник я делала все засолки все консервации варила варенье и так далее но сейчас вот такая необходимость исчезла в магазинах все есть и конечно если бы я вырастила сама это было бы био я даже пробовала здесь германии поставить маленькую теплицу и выращивала весной мы ее поставили и один летний сезон выращивала там и помидоры и огурцы и все это было выросло все но наступила снежная зима что очень не характерно для наших мест выпало столько снега что крыша теплицы обвалилась и стены упали и после этого мы больше не ставили теплицу ну потому что здесь допустим лучше всего выращивать в теплицы хотя конечно можно и в открытом грунте и я знаю людей которые так любят огородничество что и делают это и выращивают овощи но мы с мужем не выращиваем овощи а все что нужно мы покупаем покупаем не только в магазине но и на базарчиках где также можно купить био овощи я думаю что своей жизни я уже делала достаточно консервации когда это было нужно но сейчас если отпала это необходимость то значит больше времени на любимое занятие на вязание конечно и следующий вопрос любите ли вы заниматься цветоводством и предпочитаете уличные или домашние цветы вот в германии очень развита традиция украшать землю цветами и куда ты не бросишь взгляд на улицы весной и летом и даже до глубокой осени везде цветут цветы начиная с самых первых цветов нарциссов и заканчивая последними цветами ну и падает снег и укрывает розы и другие цветы эта традиция здесь очень развита и глаз так радуется когда видишь эту красоту вокруг себе но все это создано руками людей их заботой но для многих это хобби например у нас один друг друг нашей семьи он выращивает розы у него в саду столько разных сортов роз и он как-то дал своей сестре розы но у нее они так пышно не цвели и она его спросила ну почему у меня розы не цветут так как у тебя а он ответил надо с розами разговаривать вот я захожу в свой сад смотрю на свои розы и говорю какая ты сегодня красивая роза но я не хочу обидеть другие цветы и говорю другой розе и ты сегодня тоже красивая и поэтому он уверен розы цветут на него пышным цветом я тоже сажу цветы на улице около своего дома и всегда перед входной дверью в наш дом стоит большой вазон с геранью также и во дворе в больших вазонах растут цветы розы герани и другие цветы чернобривцы которые у нас называют потому что этот запах цветов чернобривцев напоминает мне о моей молодости а первом сентября когда дети шли в школу и несли чернобривцы учителю и тогда все улицы и все дворы были заполнены этим запахом запахом цветов чернобривцы и я их всегда сажаю и не могу пройти мимо этих цветов я обязательно нагнусь и вдохну аромат чернобривца настолько он мне близок и мил для моей души и сердца следующий вопрос шопинг относится к вашим любимым занятиям отдаете предпочтение магазинам или рынкам вот все по-разному течение жизни в один период жизни любишь шопинг хочешь ходить по магазинам смотреть выбирать мерить потом наступает время когда ты не хочешь ходить по магазинам и это только как бы необходимость если тебе что-то нужно приобрести вот когда я приехала в германию мне было все интересно смотреть на магазины заходить в магазин все было необычно красиво интересно но это длилось только первое время ну а сейчас мы как-то очень редко ходим сейчас в магазины только за продуктами ну а если что-то надо выписываем по интернету и вот как-то когда я отвечала на первый тэп я говорила что здесь недалеко от нас есть такой город который состоит из магазина это не город это сказка потому что когда вы туда приедете специально прямо для того чтобы совершать шопинг в этом магазине туда едут люди отовсюду со всего мира можно встретить там людей потому что там магазины всех марок европейских других континентов можно слышать самые разные языки и наречия увидеть самых разных людей и магазины там представлены самые так сказать различного ценового уровня есть доступные среднему простому обыкновенному человеку но есть очень богатые марки в которых даже какая-нибудь футболочка стоит так что например посмотришь на цену ну и подумаешь что наверное марка это очень дорого стоит можно купить и более дешевые марки тоже ничем не уступающие вот на мой взгляд этим дорогим и сейчас мы тоже очень давно уже не ездили в этот город магазина потому что сейчас я сама вяжу и практически любое изделие я смогу связать если его можно увидеть в магазине или в интернете как он это изделие связано и можно его повторить и даже улучшить вот так бы я ответила на этот вопрос какие фильмы вы любите смотреть я люблю смотреть исторические фильмы и фильмы основанные на реальных событиях потому что ну узнаешь там много чего видишь историческую обстановку может быть даже из того времени когда ты жил сам когда я была маленькая допустим и я хочу смотреть фильмы о том времени когда я была маленькая и мне интересно как тогда жили люди как жили люди до меня например фильмы Борис Годунов интересно или фильм София о Зое палеолог и другие другие исторические фильмы для меня для меня очень интересные или фильмы основанные на реальных событиях вот например сколько времени не так давно вышел фильм по книге Прилепина обитель фильмы основанные на реальных событиях и ведь дедушка Прилепина побывал в этом лагере и он рассказывал о том как там было и сам писатель проделал большую работу собрав исторический материал о тех людях которых он там изобразил очень близко к реальности поставлен фильм поэтому он произвел на меня большое впечатление он мне очень понравился и он остается в моей памяти иногда я вспоминаю какие-то кадры из этого фильма какие-то моменты вот например такой момент почему-то он не оставляет меня когда герой фильма находился на секирной горе в секирной башне там где люди были раздеты в неотапливаемом помещении без обуви часто и без носков и он уже находясь в полусознательном состоянии вдруг видит перед собой всех ушедших своих предков отец стоит какие-то старики и старухи какие-то дети и одна девочка очень милая красивая вдруг говорит ему не прерви нить не прерви нить и он это понял эти слова как стимул к тому чтобы выжить в этих нечеловеческих условиях потому что нужно не прервать нить ему молодому человеку а нести жизнь дальше вот такие фильмы мне нравятся театры посещают театры цирки музеи но опять же если это вопрос для молодого молодого человека еще который мало видел он наверное однозначно ответить на этот вопрос а я не могу однозначно ответить на этот вопрос потому что было время когда я посещала театр когда была такая возможность в том городе где жила был театр туда приезжали другие театры на гастроли вот например я помню я же я жила в казахстане в областном городе и приехала театр из алматы театр имени лермонтова и ставили они спектакль депутат балтики это необыкновенное зрелище было и так показано красиво с такими декорациями и с такой игрой актеров что мне показалось что я была там с ними в той среде где жил депутат балтики в наш город приезжали на гастроли другие театры например Свердловский в то время театр оперетты и балета я обязательно ходила на все гастроли вместе со с моими детьми вот помню смотрим мы балет лебединое озеро замечательно прекрасно ну все не приспособлено сцена не та не для балета но тем не менее культура пришла к нам и все люди сидели замерев сердце с замирающим сердцем смотрели и вдруг одна балерина упала но никто не пошелохнулся даже она встала и продолжила дальше и спектакль закончился необыкновенными облагисментами в знак благодарности что эти люди принесли красоту так что было время когда я при любой возможности посещала театр но сейчас такой возможности почти нет и поэтому вот в этот момент сейчас пока я театров не посещаю хотя я очень это люблю и хотела бы это делать следующий вопрос чтение художественной или научной литературы доставляет вам удовольствие находите ли вы для этого время я очень люблю читать и прочитала в своей жизни очень много это одно из моих хобби но сейчас отошло на второй план сейчас я вяжу это мое главное хобби но и тем более что сейчас мы слушаем книги это тоже большое достижение слушать ту книгу которую ты хочешь если я например посмотрела фильм обитель по книге прилепина я захотела ее послушать и слушала ее с большим удовольствием как будто я ничего не знаю о том что ждет героя впереди или вот я люблю книгу толстого война и мир или анна каренина я в течение моей жизни уже много раз их читала и фильмы смотрела но я снова хочу их слушать поэтому недавно опять их прослушала но времени конечно становится все меньше даже на то чтобы слушать потому что я вижу я занимаюсь каналом ну и другие обязанности конечно у меня тоже есть но я думаю что чтение книги они украшают нашу жизнь наполняют ее чувствами эмоциями дают вдохновение приводят к каким-то размышлениям и это прекрасно потому что без книг я не представляю себе жизни кулинария ваше любимое занятие или необходимость по жизни но бывает иногда вдруг найдет что-то и готовишь и готовишь и ищешь новое новые рецепты и хочешь удивить близких каким-то новым рецептом и поделиться с близкими этим рецептом но так как мы с мужем вдвоем поэтому много мы не готовим готовим самое простое обычное ну и по праздникам конечно что-то особенное поэтому я не могу сказать что это мое хобби или моя страсть нет к сожалению или к счастью я не знаю в данный момент кулинария просто как необходимо что-то приготовить вязать вязать вы любите и умеете а как относитесь к тому что надо что-то зашить за что быть отремонтировать и тоже ответ мой не вдохновляющий практически очень редко что-то приходится зашивать и мало очень я этим занимаюсь если допустим носки порвались свяжем новые носки ну пуговица оторвалась пришьем конечно ее следующий вопрос есть ли у вас домашние питомцы являются ли они для вас членами семьи или все-таки братья наши меньшие к сожалению сейчас у нас нет животных потому что у моего мужа аллергия на домашних животных и мы не можем сейчас завести домашние животные но тем не менее мы очень любим домашние животные особенно кошек и я люблю рыжих кошек но я люблю всех остальных но выделяю среди них рыжих кошек вот если кто-то видел кое-какие фотографии на моем канале то там иногда можно увидеть рыжую кошку это кошка наших соседей и она обязательно приходит когда я выхожу во двор на улицу или в сад и ходит там гуляет вместе со мной поэтому иногда она попадает на фотографии это рыжая кошка а почему я люблю рыжих кошек потому что с этим связана история из прошлого из прошлых поколений в детстве я очень много времени проводила со своей бабушкой и дедушкой мой дедушка любил рыжих кошек и всегда в доме была рыжая кошка и называл их он одним именем серафима ну а сокращенно это было сирка он считал что к дому медведей потому что это наша фамилия подходит именно рыжая кошка и с тех пор у меня осталась память о рыжих кошках которые приносят удачу которые охраняют дом которые так милы сердце когда я смотрю на рыжую кошку я думаю о своем дедушке который был так добр который не обижал никого вокруг который любил всякого муравья и который любил рыжих кошек поэтому для меня животные это братья наши меньшие и как когда-то сказал Есенин и зверьё как братьев наших меньших никогда не бил по голове это значит что я никогда не хотела бы обидеть ни кошку ни собаку ни какое-то другое насекомое или животное и я однажды была свидетелем такой истории на работе в коллективе вдруг увидели что паук свил паутину и усился там ой какой кошмар уже пауки у нас завелись сказала одна женщина а другая взяла бумажку поднесла эту бумажку к паутине и вместе с пауком подняла и вынесла на улицу она сказала я никогда не убиваю пауков и не уничтожаю жизнь я смогу только из своего дома вынести на улицу паука чтобы не было в доме паутины вот это вот маленькая казалось бы смешная история полно смысла и я с этого момента очень полюбила эту женщину и она мне стала близка по своему мироощущению по своему мировоззрению ведь это так прекрасно когда человек царь природы он так снисходителем и так любит все живое что есть вокруг 14 вопрос вы себя относите к пессимистам к реалистам или к оптимистам вопрос тоже очень сложный я наверное отнесла бы себя к осторожным оптимистам которые соотносят события с реальностью вот так сложно потому что осторожный оптимизм наверное он определяется той жизнью которую я прожила и прожила наше поколение поколение моих ровесников потому что в течение жизни нашего поколения очень часто что-то менялось и часто менялось до наоборот было так а потом совсем наоборот поэтому оптимизм мой всегда осторожный и основан на анализе реальных событий даже трудно привести какой-то пример но тем не менее нам нужно надеяться на лучшее как в пословице надейся на лучшее а худшее само придет поэтому мы надеемся на лучшее ждем того лучшего с нетерпением но и часто оно приходит будем справедливы лучшее все-таки приходит с каким девизом вы идете по жизни вот я когда слушала ответы других вязалочек то мне было очень интересные ответы именно на этот вопрос с каким девизом идете вы по жизни ну наверное это трудно сказать именно сказать вот мой девиз такой это можно выразить наверное общими словами я хочу жить так чтобы никому не причинить зла и чтобы не участвовать в том что я считаю неправильно и хотела бы чтобы моя жизнь именно так и проходила вот коротко если ответить на этот вопрос и последний вопрос что вы пожелали бы всем вязалочкам и всем людям планеты одно и то же потому что мы все люди и все мы хотим жить счастливо спокойно достойно вот это я и хотела бы пожелать всем людям планеты чтобы они были здоровы чтобы они жили в мире в котором нет пандемии нет болезней нет агрессии чтобы они рассылали свои добрые пожелания по всей земле как это делают буддисты развешивая свои флажки которые развиваются на ветру и разносят добрые пожелания по всей планете и я хочу чтобы и мои слова услышали все люди планеты будьте здоровы будьте добры живите счастливо в мире без болезни и без агрессии и это касается каждого из нас потому что мы все связаны друг с другом если одному человеку плохо то это не значит что тебе будет завтра хорошо это значит и тебе может быть так же плохо поэтому давайте стремиться к тому чтобы мы все были счастливы жили в добре в ожидании лучших событий в нашей жизни и в жизни всей планеты вот что я хотела бы пожелать всем вязалочкам и я верю что такое время наступит и я хочу поблагодарить сейчас Светлану Рогову которая мне передала этот тег спасибо большое Светочка ну наверное теперь я должна передать сама кому-то этот тег и я бы хотела его передать Татьяне с канала вязаные лялюшки и хотела бы передать этот тег Мелиуши с канала Мелиуша Губайдулина и хотела бы услышать ответы на вопросы тега именно от этих прекрасных вязальщиц я благодарю вас мои дорогие подписчики и гости канала что вы были со мной что вы послушали ответы на вопросы тега присрастия вязалочек и может быть вы больше узнали что-то обо мне и мне очень радостно что вы сегодня послушали ответы на вопросы тега присрастия вязалочек спасибо вам друзья за вашу дружбу за ваше внимание ко мне и к моему каналу и до новых встреч мои дорогие друзья до свидания до новых встреч до новых встреч